Друзья, всем привет! Сегодня у нас опять речь о телефоне. Телефон, который я прошивал, у него еще одна проблемка образовалась. Если мы разблокируем верхнее менюшку, так скажем, откроем об ошибках всяких сообщений, готовность. И у меня было, что неверный имей написано, то есть он не видит имей. И вот я хочу рассказать о решении этой проблемы. Для этого мы заходим в набор кода, мы будем исправлять через инженерное меню. Чтобы туда зайти, надо набрать номер в виде, какой я набираю. Так, и закончить. Так, что-то я неправильно набрал. 364... 66... 33... Решетка-звездочка... Решетка-звездочка... Ага. Переходим во вторую вкладку Connectivity, CDS Information и Radio Information. Дальше у меня было и в первом, и во втором. Он двухсимочный, так, что тут как бы два телефона. Один и два. Ну, по порядку. В начале первый уходим. И вот здесь имей-запись отсутствовала, просто ничего не стояло. Для того, чтобы она появилась, надо командную строку нажать и, допустим, поставить букву Е английскую. И дальше выбираем. Для первого телефона выбираем верхнюю запись. А для второго 1.10, которая вторую. То есть, добавили номер, применили, делаем назад, нажимаем второй фон. И также изменяем. Ну, так. Так, мы зашли во второй, 1.10. Также между кавычек переходим, переводим курсор и начинаем имей-номер вводить. После того, как он... После того, как закончите вводить, нажимаете set at command. Ну, тут... Допустим, вот сейчас видно, файли to send. То есть, ошибка отправки. А там другая надпись, что соглашение. После того, как ввели... Мы каваинженерное меню закрываем. После того, как и в первый и второй телефон ввели и мы... Мы его выключаем. То есть, перезагружаем. Я, конечно, немного начал не с того. Для начала вам надо посмотреть e-mail код. Для этого открываем крышку, убираем батарейку и вот здесь e-mail. Один первой симки первого слота и во втором. Вот. Отсюда записываем эти e-mail и тогда включаем, заходим в инженерное меню и проделываем предыдущие шаги. И тогда у вас все будет хорошо. А если вы это не сделаете, то, допустим, этот телефон почему-то при отсутствии e-mail с мегафона звонил, а тот же Beeline и другие операторы, он не хотел без e-mail звонки отправлять. Так что e-mail должен обязательно прошить. Ну, вообще, несколько способов существует. Ну, я показал вам способ, именно которым я поправил эту ситуацию. Так что, кому понадобится, используйте. Ну, у кого остались вопросы, пишите в комментариях, ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на канал, но есть много разных тем и еще будет больше на канале дальше. Ну, а у меня все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok